Всем доброго времени суток, с вами Dream, и сегодня мы начинаем карьеру FIFA 18 за игрока футбольного клуба Уфа, Яркебулана Сейдахмета. Думаю, если вы следите за новостями трансферов в российской футбольной премьер-лиге, либо же являетесь жителем Казахстана, если идите за казахстанским футболом, то, думаю, не стоит объяснять, что яркебулан Сейдахмет. Вы уже наверняка посмотрели много видео по этому игроку, а если нет, то просто вбейте поиск Яркебулан Сейдахмет. Вам сразу полезут ролики по типу казахский Месси и прочее, я не буду объяснять, почему его так называют, просто посмотрите видео, почитайте комментарии под этими видео, и вы все поймете. Загружаем последнее обновление, в котором у нас как раз-таки появился впервые в FIFA 18 Яркебулан Сейдахмет, 18-летний нападающий из Тараза. Ну и вот он, Яркебулан Сейдахмет, 10-й номер, позиция форвард, финты 3 звездочки, слабая нога 4 звездочки и рабочая нога правая, рост 178, вес 64. И возраст у него 16 лет, хотя в жизни ему уже исполнилось 18, страна Казахстан. И давайте посмотрим на его лучшие статы, 86 баланс, скорость рывков 83, разгон 81, ловкость 78, дриблинг 75, владение вичем 73, ведение поля 61 и выносливость 58. Остальные статы, думаю, не так важны, хотя, конечно же, было бы неплохо, если бы у него удар был неплохой. Но, думаю, это все можно подтянуть, так как ему всего 16 лет в игре, он один из самых молодых игроков и потенциал у него, насколько я знаю, может раскачаться как минимум до 78, если будет получать регулярную игровую практику. И будет очень неплохо, если Яркебулан уже в этом сезоне станет основным нападающим Уфы. Но конкуренция у него очень высокая, давайте посмотрим на других форвардов. Дмитрий Сусуев, а, Сисуев, прошу прощения, потому что я никогда не увлекался российской футбольной премьер-лигой и очень редко смотрел матчи, а тем более уж не знаю ни одного игрока Уфы, честное слово, ребят. Поэтому извиняйтесь, если меня смотрят болельщики Уфы. Я впервые в жизни вообще слежу за вашим клубом, впервые в жизни читаю фамилии ваших игроков. Знать не знаю, к сожалению, ваших футболистов. Прошу прощения, следующий игрок это Исламнур Абдулавов, 65 рейтинг. Кехинда Фатай, не знаю, правильно я прочитал, Кеинда или Кехинда Фатай. Все-таки за время моей карьеры я постараюсь выучить основных футболистов Уфы. Вячеслав Кротов, или Кротов, я не знаю, как опять же ударение ставить, 67, вот он основной нападающий. И Сильвестер Игбон. Игбон или Игбон, не знаю, как правильно опять же читается. Прошу прощения, блин. Нужно было у меня сначала составом ознакомиться, прежде чем начинать карьеру. Ну да ладно, мы прям Масси Дахмета. Нажимаем далее. Отлично. Первый игрок из Казахстана. То есть, первый настоящий Казах FIFA 18. Чистый Казах. То есть, не такой, как Георгий Жуков, который полу-казах, полу-бельгийц, полу-русский. Не такие, как немцы-казахи, которые появлялись или тоже вели из ЕФ. А самый настоящий Казах FIFA 18, первый Казах. Это, конечно, не может не радовать. Банда Ливерпуля у нас здесь собралась. Не знаю, зачем она мне нужна. Потому что я начинаю сборы. Ого, я начинаю сборы. И у нас в соперниках Сандервен, Белин Энчинс из Турции. И Луга испанский. Отлично. Чего они от меня ожидают? Моя оценка за матч лиги должна быть на ниже 6-0. Это ладно. Голы. Ожидаю, что забьешь не меньше 5 голов в этом сезоне. Но нужно будет постараться. И как минимум 5 голевых пасов. Но тоже вторичная задача. Самое главное, назабить 5 голов. И все. И реализация, что была неплохая, конечно же. Но я постараюсь, постараюсь, посмотрим. Все-таки у нас очень боевая команда. И я даже буду не удивлен, если меня отдадут в аренду. Но посмотрим, как получится. Давайте промотаем до первого матча. Первый матч. Итак, матч против Белин Энчин. Мы играем дома якобы. Но это претензионные сборы. Поэтому матч по-любому не домашний. И вот он, Иркебуанский Дахмет. Так он выглядит в FIFA 18. Немножко нереалистично. Потому что я видел всех Дахметов вживую. Стоял в нескольких метрах от него. И видел на десятках фотографий. Я его видел. И явно это не похоже на Иркебуана. Ну да ладно. В FIFA 18 даже некоторые знаменитые футболисты, такие как Казамира, например, совсем не похожи на своих настоящих игроков. Хотя Казамира является одним из лучших опорников в мире. Так вот, мы начинаем матч. Я выступаю на позиции левого вингера. Что очень интересно, потому что Сидахмет обычно не привык там играть. Но посмотрим, что из этого получится. Матч 15-0-0. Мировой класс. Олд Траффорд. Ого! Сидахмет сразу же едет первым в своем матче на Олд Траффорд. В дебютном матче за Уфу. Сказал, что это турецкий клуб, когда на самом деле это португальский. Итак, смычем у нас Иркебуанс Сидахмет. Отлично. Первое касание сделано. Опа. Отлично. Мы получили уже передачу. Еще одна передача. Можно сыграть в стеночку, как говорится. Сидахмет. Не выиграл он вверх, к сожалению. Удар. И забивает гол. Дулиненсиш на пятой минуте матча. Кстати, тут Сидахмет проиграл борьбу. Воздух, можно так сказать. Но слишком крепкий игрок, который забил гол после того, как все вроде как в порядке. Просили ему передачу. Назад возвращаем. Хороший игрок пас. Пишет нам. Так, и тут я хорошо сыграл. И не было фола здесь. Давайте пробуем ударить. Нанести удар. Первый удар по воротам. Неплохо. Ой-ой-ой. Опасно. Штанга. Так. Не делятся мечом с Иркебуаном. Но вот рано или поздно все же поделились. Мы сделали передачу на фланг. Нам вернули. Но, к сожалению, опять же не точно. Так. Иркебуан. Сидахмет. Нет, не точно. Можно попробовать запрессить передачу. Неплохо. Но нет. 17-летний пацан. Думаю, не выиграет. Он вверх. А вот в такой ситуации почему бы не выиграть, учитывая его хороший контроль мяча. Но нет. Все равно мы, к сожалению, не обработали мяч должным образом. И мяч ушел. Наш галки при выручает. И можно идти в опаснейшую контур-атаку. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Но. Так. Давайте пойдем. Отличный отбор. Можно в ответку отдать. Так. И. Ой-ой-ой. Не получилось продолжить атаку. То, что мы прошли штрафную соперника. Это, конечно же, все плюс. Ну и давайте вторые моменты нашим воспользуемся. Ой-ой-ой-ой. Так. Думаю, тут нужно прийти на помощь в обороне. И Сидахмет. Хорош. Верки была. Отлично. Опа. Но все равно. Дается нам удачное действие, несмотря на это. Сидахмет наносил удар с разворота. Сидахмет наносит еще один удар. Вратарь выручает. На левый фланг передача. Хорошая получилась. Сидахмет все еще на поле. Это очень радует. По левому флангу может пойти атака. Сидахмет. Опа. Сидахмет. Еркош. Отлично. Дриблинг. Финзидана. И можно разгоняться все-таки у тебя со скоростью все не так плохо, как ожидается. Ой-ой-ой. Я хотел передачу сделать. Давай, братан. Давай, давай, давай. Нет, 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 забрали. У меня мяч я хотел заработать. Допинались, конечно, было далеко, но хоть что-то я хотел заработать. Не получилось. Сидахмет. Передача, Сидахмет. Какая передача на Кротова была. Так, Сидахмет. Хороший дриблинг. Передача завершилась, к сожалению, поражением Уфы. И Сидахмет не смог забить гол, но был очень близок к этому. Один удар в створ и три удара мимо у Сидахмета. Но все же оценка 7.2. Много удачных обводок. И, в принципе, тренер был доволен моей игрой. Но моя атака не сводится к голам. И это, конечно же, нужно изменять. Но я стал одним из лучших игроков матча, конечно же, в составе Уфы. Итак, следующий матч мы также начинаем в стартовом составе, что очень хорошо. Играем мы против Испанского Луга, как я понимаю, да? Отлично. Опять же, первая передача от матча идет на нас. И одна фотка у нас уже источная. Дальше опять идем мы с мячом. Передача. Ой-ой-ой-ой-ой. Я бы хотел получить ответ на передачу, но корпусом оттолкнул меня от защитника, отпихнул, и я не смог пробежать. Опа, Сейдахмед, перехват. Ой-ой-ой-ой. Ну вот, и Сейдахмед заработал первую желтую карточку. Вернее, тот, кто сфалил на Сейдахмеде, заработал первую желтую карточку. Как же атака будет развиваться у Уфы, мне интересно. А вот здесь мы сразу пытались в заброс. Нет, думаю, лучше не стоит, потому что у нас так много соперников наших. И... Открывает счет Луга. Сейдахмед. Сейдахмед. Я пафосно немножечко. Опа. Сейдахмед подача в штрафную. Пабло Качарон избирает мяч. Сейдахмед. Хорошо перехватывает он ничьей для своей позиции, потому что это вообще не его задача, но с перехватами, мы видим, у него проблем нет. Так, Сейдахмед. Крутит он соперника, но докрутился, как говорится. Все-таки с испанскими командами так не стоит. Ладно, еще в Казахстане будет. Или там на каких-нибудь товарищеских турнирах. Но с профессиональными командами так не получится. Яркош пока что рановато. Стрельником 75. Ммм, хорошая игра в пас, но мне... Я бы не сказал, что это хороший пас сейчас был у моего партнера. И здесь мы затупили. Так. Пас на штанга, да ладно? Да ладно, как так? О-о-о. Опа. Ой-ой-ой. И мы даже не можем войти в штрафную соперника за последние 20 минут, наверное. Опа. Неплохо. Ох, какая передача от Сейдахмеда. По-настоящему хорошая передача. И я надеюсь, что он станет предголевой, но нет. О-фу-фу-фу-фу. 2-0. Немножко напрягает. Так, но можно опять же отдать хорошую передачу на фланг. И исправить свою оценку. Вау-ка. Вау-вау-вау-вау-вау. Какая передача на фсайт. Так, Сейдахмед. Передача пяткой. Ох, как. Сейдахмед заиграл. Ключ от первого тайма. Но всё равно не получается. Хорошо оборонять наш соперник, и совершенно ничего не даёт нам создать. ох сидахмет убрал разобрался сидахмет яркий блан уж неплохо двоих по моему как минимум точно накрутил должна радовать передача удар крота в голову отлично давайте возьмем мяч в руке не получилось побежали болельщикам и радоваться в один сократили мы отставание ух какая передача опять же ой-ой-ой-ой-ой хорошо сидахмет ух ну все завершён на счетом 21 второе поражение подряд но сидахмет опять же создал много отличных моментов несколько обострящих передач и всегда стоит бросаться в двор прессингующий подходящий момент и больше передать чтобы противник заводил мечом окей сегодня мы опять в стартовом составе и я не удивлен сандерланд это соперник уже которые вам всем знаком выступающие по моему в этом сезоне кстати по моему сандерланд же не выступает пример лиги да саундгемптон остался или вот то ли саундгемптон то ли сандерланд вылетел точно не помню да ладно будем считать что он выступает в пример лиги ну или в чемпионшип я точно не помню уже все равно будет сложно вперед уфа на пустом месте можно сказать хорошо папа если так попробовать уф передача чуть не прошла нашего нападающего но сейчас казахский мэйси как говорится вас накажет да ребята нет блин чё что такое то получается у нас опасно было и флетчер открывает счет в этом матче опять мы пропускаем первыми примерно одной и той же минуте разгоняй 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 атаку опа нету головы мы не заработали 64 уже офигеть я пытаюсь то есть как-то бегать то есть что-то придумывать вот видите в передаче совсем плохая планирую отдать наверх не так и знал что она и пройдет я уже бегу на автомате на правый фланг хотя это не мой фланг но думаю на правом фланге от меня как-то в пользу побольше что ли получается вот видите я уже получил передачу вот справа фланга захожу яркий булан удар поворотом с левой ноги которая у него такая мощная как у леонеля месси но опять же этого всего недостаточно опа сидахмет сидахмет у ее 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 пустые ворота давал передачу на выбили защитники война меня дашь копать и дух нет такая есть читалось который мне нравится своим дриблингом тем что он постоянно передач на меня и дохмет вау как он штрафной элегантно развернулся но с ударами конечно же проблемы у нас есть воу-воу-воу дриблинг сидахмета мы его видим все чаще и чаще на соперники у нас очень опытные конечно же с опытным выступления в одесской померлигии я сейчас отдал передачу в никуда вот в таких моментах уже побегать и можно даже нужно как говорится ой-ой-ой передача в центр неплохо сидахмет удар главу нет не угловой все таки ну да реализация конечно у нас пока очень сильно хромает но вот спасами как мы видим проблем никаких нет несмотря на то что у него низкий показатель о ее мы не открывался у нас мяч дошел баба шикарно сидахмет тоже это будет делать с ударами реально совсем все плохо но и вот и закончился мальчик для сидахмета я даже не понял почему пауза была результат результат не посмотрим справился справилась ли уфа без нашего молодого нападающего давайте взглянем на результаты встречи и юль нам не нужен а вот здесь конечно же так евролиг чемпион и вот блин энцин сида удержала уфа этот счет к сожалению не сравняла но минимум не пропустила это тоже хорошо и на этом наши претензионные сборы закончены вячеслав кротов а получает травму нападающий поэтому у нас есть шансы начать первые матчи как минимум на скамейке запасных ну а будем надеяться что мы начнем их в основе я сейчас говорю про российскую футбольную пример лигу старт который уже будет следующей серии поэтому подписываемся на канал если вы еще не подписаны ставим лайк и делимся видео с друзьями с вами был dream всем удачи всем пока болеть и только футболом